Ребята, всем привет, меня зовут Юля И это наконец-таки неделя влогов Началась Я не одна, со мной Карина Сейчас я с ней И зацените ее волосы Я сегодня американская певица А я сегодня голливудская кинозвезда Ты же мои зубы еще не видела Дай потрогать Нет А, ну похоже на настоящие зубы Так, а я о чем? Короче А у тебя куда? В Макдональдс или в братья? Ты знаешь Давай в Макдональдс, чтобы быстрее было Короче, я сегодня очень поздно начинаю влог И в этом ничего такого странного Вообще, я считаю, что мои влоги имеют право Начинаться во столько, во сколько я решу У тебя свой режим просто Зато закончишь где-то, не знаю, в три Ну я всегда поздно заканчиваю Мне в принципе пофиг Темно уже на улице, хотя пять часов всего лишь Встала я, конечно, раньше, чем в пять Потому что я накрашенная, одетая, причесанная Но я не пристегнуто Да, забыла Сегодня я планировала поехать в европейский Потому что я уже пипец как давно хочу купить себе джинсы новые Так как у меня их нет просто нормальных Я в одних хожу Все остальные мне велики Растянулись, убились Ну не знаю, в общем, нет У меня джинсы Вот такая бедная, несчастная Кстати, вот у топ-шопа хорошие джинсы Но у них живучесть маленькая Согласись? Не знаю, нет У меня есть одни штаны, в которых я уже, наверное, лет пять хожу Джинсы, которые мне очень нравятся У меня в них шикарная попа Я не знаю, что они с ней делают Из топ-шопа это? Да Я просто люблю покупать джинсы в топ-шопе Потому что они из высокой талии Мне в них удобно, они тянутся и классные В общем-то, мне позвонила Карина и сказала Поехали в Афимол, мне туда надо Я говорю, ладно, поехали Только потом заедем в европейский за штанами А думаешь, в Афимоле нет топ-шопа, да? Я уверена, топ-шоп один в Москве Позакрывали все Сумасшедшие Давно Раньше где было, я уже не помню Где еще топ-шоп был? Я не знаю Их несколько было Ну, не в Атриуме точно Точно Еще такие новости Я была у Зубнова в субботу Сегодня понедельник Радно Это выглядит ужасно Но издалека нормально Издалека вообще просто Голливудская звезда, реально Да, издалека по кайфу Но давайте не будем забывать, что это не виниры 25 раз говоришь Нет, на самом деле правильно, что говоришь Потому что люди, некоторые думают Что типа, а у тебя такого цвета, да, будут зубы в итоге, да? Нет! Это твою мать жижа, которая затвердела на моих зубах Просто Короче, вчера я грызла орешки Ну, можно сказать, не орешки, а феррешей конфетку А внутри нее орешки И потом я почувствовала, что что-то произошло Я подхожу в ванну Достаю А там кусочек вот этого зуба накладного Я не знаю откуда С какой стороны он у меня отвалился Скорее всего с правой Потому что я там как бы жевала Но Я так и не поняла, откуда он снялся Может быть это какая-то тонкая такая Тонкий верхний слой Этого временного зуба Хрен пойми Потому что вроде они все такие же, как и были Смотрела, я не знаю, зачем я сейчас это говорю Видос пушки Ксюши Хоффман с Андреем Петровым Нет, еще Я включила, по-моему Он сказал, что он сделал себе виниры без обточки зубов Оказывается, такие тоже есть Люминиры Ну, понимаешь, кому-то не нужна обточка, а кому-то нужна Просто, чтобы исправить прикус, поехали И изменить положение зубов Ну, грубо говоря, поставить их более ровно Ну, обточка нужна в любом случае Потому что иначе у тебя зубы будут просто пипец какие жирные Потому что сверху на них наклеют, ну, еще какие-то Ну, поэтому То есть, меня на самом деле обточили Я тебе даже покажу фотографию сейчас О, у тебя есть? Да, я сфоткала Только нижние сфоткала Потому что когда верхние, я постеснялась А нижние я сфоткала Я тебя сейчас покажу И ты, наверное, удивишься Потому что они реально, ну, практически не отличаются от того, что было Они просто чуть, видно, что они чуть истончились Именно по бокам, вот, типа, около Дисней Знаешь, как я представляю это? Тоненькие такие палки Да, просто Так же и было Раньше же так, типа, и делали Вообще стачивали ужасно до таких акулях, корешочков, знаешь Короче, ладно Заедем в Макдональдс, возьмем попить, погрызть И я к вам вернусь Как поем, наверное, чтобы было удобнее Мы с Кариной давно не виделись Она только прилетела сегодня ночью, да? Поэтому нам есть что обсудить Но зато вы знаете планы на сегодня Едем в Афимол Вообще, конечно, знаете, что я поняла про эти парики? Они офигенно выглядят на фотках, но на видео Черт возьми Я недавно снимала со Славой видео, где мы Так интересно потом будет посмотреть влог Где у меня видно очень часто нервные зубы На самом деле, очень непривычно Мне так нравится, что они у тебя смыкаются Я смотрю и наслаждаюсь Перфекционист радуется во мне А мне очень странно то, что их так много Не знаю, честно говоря, нравится ли мне то, что сильно так видно нижние зубы Как будто бы они стали очень длинные Кайф Но это да, они стали длинные Короче, про парики На видосах они выглядят очень ненатурально И вот видео, которое мы снимали со Славой Там у меня этот парик вообще ненатурально выглядит Реально как шапка И мне самой они очень нравятся Я съела пять наггетсов Немножко картошки И взяла себе липтон зеленый Потому что мне нельзя пить то, что красится Колу, конечно же, я не пью Хотя кофе позавчера я пила через трубочку Очень хотела Я не представляю, что типа две недели без кофе Погнали Болтали с Кариной про натальные карты Да, я так рада Карина недавно решила посмотреть свой гороскоп Знак Зодиака, что про нее, короче, пишут Про Дев И она такая Вот, все это фигня 50 на 50 Кто-то тебе Я смотрела твой сториз просто И все это читала там И кто-то тебе написал, видимо Что посмотрел лучше натальную карту Карина зашла И такая Вау, я в шоке 90% И все впадает Я думаю Твою мать Я тебе столько лет уже Говорю Посмотри, это так интересно Вас И будешь столько про себя знать И поймешь такие вещи Которые ты раньше не понимала Да И знаете, что прикольного Вот я сказала, Юля Что ты раньше думала Что ты просто Вот, ну, странный человек Что какие-то у тебя Тупые черты характера И ты не понимаешь Откуда они берутся Почему то Почему я делаю это Я что Ну, совсем странная Тупая, сумасшедшая А оказывается Это просто потому Что ты родился В определенном месте В определенное время Вот, и это странно Ну, типа Я нашла ответы Погнали И вопросы, так скажем Коля Я очень рада Потому что я давно Карине говорю Реально Ну, посмотри Я-то давно уже смотрю Я давно в теме Я понимаю, почему Вот я такая, какая я есть Ненавижу зиму Засыпаешь темно Просыпаешься темно Постоянно в темноте В темноте В темноте В темноте А как красивая Москва Сетивай Бай А, еще, ребят, знаете что? Оказывается, я отчасти Козерог, как Юля Возможно, поэтому Мы такие подружки Да, возможно В этой карте было написано Что я девочка А возможно, это именно то Из-за чего мы ругаемся с тобой Хм Ха-ха Если учитывать, что мы Не так много ругаемся Ну, типа Есть же что-то, за что Ты меня бесишь, например Или я тебя бесу Возможно, это именно Из-за того, что В тебе есть что-то Это от козерога А, знаешь, что там еще Было написано прикольно Что я думаю, что я всегда права И что я, наверное, козерог Потому что я уверена Что это Así Да, да, да Это точно тебе от козерога Мы всегда думаем Что мы правы Хотя нет Я понимаю, что Я не всегда права Я это осознаю Я тоже осознаю Но я знаю, что Если я что-то сделаю То я уже сделаю это сама Потому что я сделаю это лучше Это да Это да Я все стараюсь делать сама Потому что Чтобы потом не переделать Кататься с Кариной это очень опасно А я люблю так уезд Наверное, это тоже мой метальный картинг Ладно, сейчас доедем И там уже по Афимолу погуляем И будет светло Дорогие мои, обещаю Мы уже в Афимоле и мы приехали сразу в Золотое Яблоко Ты же даже зайти не успела Уже что-то украла Давай погуляем, посмотрим хотя бы что тут есть Может быть я потрачу немного денег Ух ты У тебя есть такие? Нет Такой нет Какие цвета классные Тебе не надо Блин, ладно Так, мы пришли с Кариной в прайм Потому что она хочет покушать что-то здоровое А еще костюм, который недавно я купила больше Про который у меня все спрашивают Откуда, откуда Он очень странный, потому что он сильно линяет катушками У меня вся квартира в этих катушках Я его уже, я просто его не стирала еще Но я его уже просто в стирку постирала, повесила Просто потому что я его носила нестиранным из магазина И он, короче, очень сильно линял И он даже в волосах Я вычесывала себе волосы У меня там были маленькие катушки от этого серого костюма И это просто жесть Постирала стало лучше или хуже? Я еще не носила его Он сейчас все сушится Короче, купила тональный крем Попробую его завтра, наверное Либо послезавтра Не знаю как Если буду торопиться завтра Потому что у меня завтра ресницы Взяла себе вот такой тональный крем от клиник Очень рада Потому что такого у меня еще не было Не знаю, насколько он мне понравится Но я хотела взять что-то плотное Чтобы перекрывало все мои болячки Но что мне больше всего в нем нравится Вот это То, что можно мазелкать Я буду рисовать себе звездочки на лбу А потом размазелывать их Так что вот так Попробую, потестирую И потом вам скажу Если мне не понравится, так скажу Потому что я сама искупила свои деньги Сейчас так непривычно Что сегодня, когда Слава приехал домой В первый раз увидел меня уже с этими нижними зубами Он очень долго говорил Ну покажи, ну покажи Я говорю, сначала ты У него же ничего не изменилось Ну и что, просто мне психологически так будет легче Я, короче, когда ржу Сейчас тоже прикрываю рот Потому что тебя это не уйдет, походу Мне просто непривычно Ну, во-первых, это У меня сейчас эта фигня стоит Вместо нормальных зубов Для этого зашла на его инстаграм-страничку Не знаю зачем Опять же Смотрю, он слишком обрабатывает лодки И поэтому у него зубы очень странно выглядят То есть, как будто между зубов черные Из-за того, что резкости много добавляет Ага Ну, сейчас я покажу тебе Давай-давай Видишь? Показатель? Вот Ну, как будто черный Ты видишь, да? Да, я вижу Ну, здесь получше Ну, нет, все равно Нет, так нормально На видео он норм вообще Я не знаю, что за виниры у него Я тебе говорила, какой цвет Я выбрала зубов Второй из всех возможных белых Угу Причем там четыре типа оттенка Вот этих, которые мне будут делать Четыре оттенка Первый типа белоснежный-белоснежный Второй такой же белоснежный Ну, только типа немножко с какой-то бежевинкой Но это не отличается вообще никак Это очень сложно типа отличить Только если их прям пипец Плотную рядом разглядывать Ну, короче, он тоже самый белый Третий он уже идет, знаешь, такой типа светлый А сверху типа немножко такой желтенький Типа А ты не спрашивала, какой у мезиновый? Я не спрашивала, но я думаю, что второй у нее тоже Ну, кто месороснежный Да, да Я думаю, блядь ли она себе самый белый подставила Потому что типа самый белый Это будет очень сильно выделяться А второй по белизне Он типа всегда будет популярный, всегда актуальный Ну и понатуральный все-таки будет смотреть А, ты спрашивала, они меняют цвет с водами? Нет, вообще не меняют То есть ты можешь пить, что хочешь? Вообще я могу хоть человеком съесть Я немножко в шоке с того, что неделя блогов началась Я как будто бы к ней не была готова Просто не невозможно быть готовым Ну, ты знаешь, наверное, все-таки все из-за погоды Из-за того, что холодно сейчас Но на меня это ужасно влияет Я не знаю, на кого-то это вообще не влияет Это все круто, а на меня очень сильно влияют Такие вещи, как погода Мне так странно осознавать, что реально через два месяца у меня днюха Ну, считаю, весь ноябрь пройдет И в конце декабря Очень странно осознавать Можно я отдарю? Ну, не знаю Я, честно говоря, не очень хочу Я вообще, знаешь, как думала Позвать самых близких Поехать в какой-нибудь боулинг Чисто там пожрать, попить Потом поехать домой продолжить гулять И тебе не заморачиваться Либо на дачу поехать шашлыки жарить Но с ночевкой немного Кто-то хочет оставаться, ты точно не захочешь Поэтому почему так думаешь? У меня там уже своя хата есть Не к маме на дачу Хотя к маме тоже можно Не знаю, может на дачу никому не захочется ехать Но я немного кого хочу звать Ну, типа, только вот реально самых близких А у меня таких людей очень мало Это я Слава Из влогеров это, получается... Я хотела за тебя сказать Проиграть в игру Давай, давай, скажи Игорь Синяк Ну, да Позвать Юлю Годунову, если она приедет тебе из Мирска Я бы ее с удовольствием позвала И даже, наверное, спрошу Но я думаю, что вряд ли она поедет в Москву Перед Новым годом Из Минска Реально Может, ей самой нужно будет Ну, если нужно будет, то класс Я буду очень рада, если она придет Но я пока сама ничего не планирую Не знаю, буду ли я вообще отмечать Но это, грубо говоря Наверное, все-таки как-то отмечу Типа, в узком кругу В узком можно Да Вообще заказать из Макдональдса доставка Ну, не настолько Просто купить книжка там Все, у меня больше нет друзей из блогеров С кем я еще Маша Хрюпко и я Ну, да, Маша Маша любит Это понятно Ну, да, фигня какая-то Ты всегда идешь комплектом во все мои мероприятия Подружка моя Чего ты не любишь? Не люблю поэтому отмечать Дараб Потому что я не знаю, кого звать Либо звать всех Даже тех, кто тебе не близок Если звать только самых близких То это два человека Ну, два-три, да? А если звать там близких самых друзей И там близких из семьи То это тоже, типа, ну, допустим Около 80 человек будет Ну и норм А зафига тебе много? На самом деле, типа, компания из 10 человек Вместе с тобой Это очень классно Если не считают родителей Да, моя мама Ненавижу отмечать дни рождения А я люблю подарки, люблю Когда меня все поздравляют А я вот не люблю Почему? Тебе никогда нормальные подарки не дарят Что? Я сейчас поняла, что... В натальной карте? Да Было написано то, к чему я себя... Ну, типа, там было написано, что не публичный человек Не любит быть в центре внимания И такая, нет, я люблю Сейчас я понимаю, что я не люблю праздновать даре Потому что не люблю быть в центре внимания И тут сошлось опять Что за бред? Не, я люблю, я здесь Ну, не то, что я люблю быть в центре внимания Это всегда для меня Наверное, психологически на меня сыграло Мое 18-летие Отразилось на меня Потому что 18 лет я отмечала Очень, типа, торжественно Как раз-таки Ну, в принципе, как и 21 год Но, типа, 18 лет так отмечала торжественно И я поняла, что это нихрена не праздник для меня Это праздник для всех остальных, кроме меня Потому что ты просто ходишь, типа, и сидишь за тем, чтобы у всех все было хорошо Да, ты сам тоже там можешь выпить, покушать Но это не то А потом тебе еще надо все эти подарки домой тащить Подарки, конечно, классно, но... Поэтому я тоже не люблю, реально У меня обычно очень большой нервяк в такие дни Я сама не пью, я сама не ем Я не получаю удовольствия Я, ну, может, и получаю Но, типа, я не пью, не ем Ну, потому что... Зачем ты заказываешь все это вкусную еду? Нет, на самом деле, знаешь, это когда очень много людей Потому что у меня на днюхе было тогда реально много людей Я всегда сейчас сделала большую днюху и свела, типа, как... Ну, знаете, как обычно, когда вот этот большой праздник Как 21 год я отмечала Я звала почти вот все, кого я знаю И с кем у меня хорошие отношения То есть я не звала только тех, с кем у меня плохие отношения Или с кем я вообще не знакома То есть вот реально ты всех зовешь Но сейчас, на самом деле, у меня круг общения изменился Изменился я не в ту сторону, что какие-то люди просто ушли Я с ними не общаюсь А заменились эти люди другими людьми Новыми, интересными, с которыми мне реально интересно общаться Ну, это не для кадра, сейчас я Карине расскажу Ну и вот Ну, не только это Еще и другие люди тоже появились И, с одной стороны, это здорово Но, с другой стороны, я понимаю, что вот такие вечеринки Типа раз в год всех позвать Ты ни с кем из этих людей классно не пообщаешься на своей днюхе Короче, ладно, брак не поел? Да, сейчас я выберу Блин, какой же красивый этот стакан, я вообще в восторге Помню днюху у тебя на хате, когда мы на лимузине катались Вот это была классная днюха, реально классная Несмотря на то, что когда я очень сильно страдала, мне было очень плохо Потому что я поругалась со своим парнем И, кстати, это было, знаете, когда? Это было как раз тогда, когда мы с Ромой Желудем снимали видео Было, ой, правда или действие И сфоткались типа за ручку, со мной поругался мой парень Потому что он посчитал, что я типа его не уважаю, да? Завтра у меня будет коррекция наращивания ресниц А еще, кстати, я с вами еще дома буду болтать Но все равно уже сейчас, если вы замечаете какую-то разницу Стала ли я меньше шепелявить Потому что мне Слава, Надя и все Ну, много кто из подписчиков отвечает на мои сторис И говорит, реально стало лучше говорить, меньше шепелявить Я этого максимально не замечаю Я тоже пытаюсь прислушаться Я не замечаю, потому что Я за собой даже, ну, не замечала, когда я типа шепелявила Но я замечала, когда я только шепелявила Только когда я так вот прям вот делала Ну вот сделай как А я шепелявила? Я не знаю Я даже не знаю, я шепелявила или нет Не знаю Ну ты, наверное, нет Ну просто у меня было такое, что я что-то говорю И я прям чувствовала, что, да, я нечетко произношу Шу Шу Не знаю Не, не так это Это не только типа на шипящих А какие? Шу Не знаю Ну, надеюсь, у меня будет лучше получаться пародировать кошку злую Потому что я обожаю делать вот так вот, типа Шу 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 Это Есть такое шоу у Эллен, по-моему К ней приходят звезды с скрытыми талантами И такие, там, кто-то поет как птиц, как диснеевская принцесса Кто-то хрюкает, а ты будешь Я не умею У тебя из них должен как у кошки мне стать И ты не умеешь Я просто с ней выиграюсь, поэтому, когда я с ней играюсь, у меня открываются новые таланты О которых я раньше не знала Да не, я всегда любила кошечку пародировать, мюхать Обожаю вообще просто Сидим на парковке, Карина тут зла свои решает в телефоне Поэтому мы не едем А я очень сильно хочу в туалет Я пошла к зубному, мне сделали низ зубов в субботу После этой процедуры я подумала, господи, как я устала Потому что где-то час мне пилили зубы, все такое делали Ну, неприятно Ухола и вот это все Я пришла домой, думаю, блин, буду просто кайфовать, расслабляться, отдыхать Тем более, что Слава тут ни при чем Но он уехал в тот день на дачу утром Поэтому я такая, ну, раз уж мы с Вивианой дома одни Будем беситься, драться подушками В общем, легла в кровати, просто включила YouTube Причем не чей-то канал, а свой Включила свои старые видосы и просто лежала и смотрела свои старые видосы И я зарядилась каким-то позитивом, каким-то настроением И я офигела от себя с той, которая раньше была Точнее, знаете, ну все-таки стирается, забываешь Тем более, если не пересматриваешь И я поняла несколько вещей Во-первых, как же офигенно, с одной стороны То, что я раньше снимала видосы Потому что я могу их сейчас пересмотреть через 5 лет И посмотреть, какой я была раньше, как я себя вела И самое удивительное, самое приятное Что какие-то вещи, которые я говорила, они приводили меня в позитив И я даже смеялась в голос И я понимаю, что все-таки, наверное, я смешная бываю Раз уж я саму себя смогла рассмешить Но на самом деле я часто саму себя смешу Особенно, знаете, вот этот вот прикол был Типа в голове у тебя пошутило Сидишь, смеешься, как дебил Я посмотрела, и я была просто в шоке Во-первых, от того, что раньше я была такой-другой Пожестче, но пожестче в том плане, что это было смешно Я как Нурлан Сабуров раньше была Сечешь? Почему? Он может сказать, ты говно ненавижу, чтобы ты сдох Типа такого, знаешь? Нурлан Сабуров Я раньше так же себя вела До того, как Нурлан Сабуров еще там, да, в интернете Вот это все появилось Посмотрели И я понимаю, что это просто жесть Я иду в каком-то влоге Из недели влогов, которая закрыта Старая Где я в школу иду Что-то 10 класс, по-моему И я иду там и говорю, типа Вот мои одноклассники, друзья Которые опаздывают в школу И мы должны были встретиться около школы Я вас ненавижу Что-то такое Я говорю, говно умри Что-то такое Я иду, так говорю И я просто, во-первых, в шоке С того, что я так говорю Это жестко, с одной стороны Но я со стороны смеюсь над этим В общем, смешная, юморная я девчонка была А, у тебя есть помада, дай помаду А, не, не надо Вдруг она мне на зубы попадет И у меня на зубах отпечатывает Ты вообще сейчас не красишь зубы, да? Зубы нет Так вдохновилась Такой позитив И такой кайф Посмотреть свои старые видосы Причем, что На самом деле Я их могу смотреть Только когда я одна Ну, мне стыдно За многие моменты в видосах Стыдно В том плане, что я стесняюсь И думаю, господи, какой кошмар И как жестко я с тобой раньше разговаривала Это тоже жесть Я посмотрела видосы И мы с тобой отвечаем на вопросы Это просто жесть Открой видосы Пусть люди знают Да нет Или сделай на них реакцию Вот я думаю, что реакцию можно снять И я тоже много чего скрыла Но мне кажется, ты больше Я очень много видосов скрыла У меня просто первые четыре, наверное, страницы Именно с видео Они все скрыты Если даже не больше Потому что там очень много старых видео Там с бывшим парнем Типа я такой Но тоже не очень хочу Чтобы было в открытом доступе Хотя там ничего такого нет Ну, я много скрыла видосов Да Жесткая Жесткая? Ну, блин, на самом деле Просто я еще рано начала снимать видосы Поэтому Там есть даже какие-то видео Где я могу где-то матом ругнуться Да Представляешь, раньше я вообще без тормозов была Ну, сейчас ты тоже можешь Ну, я могу Ну, я запикиваю То есть, ну, это хотя бы что-то Просто все-таки тоже надо понимать Я люблю, когда человек на видео такой же, какой в жизни Я в жизни могу Могу, да Сказать матное слово Но это не то, что я, типа, ругаюсь через каждое слово Матерюсь Нет, такого нет Но иногда бывает, что что-то меня вылило из себя Либо что-то такое Особенно Вот самое ужасное Я самый страшный, ужасный человек Когда что-то не так, как я хочу И меня что-то выводит из себя И я сама себя ненавижу Зато какой ужасной я становлюсь Потому что у меня просто не закрывается рот в эти моменты Я ненавижу туда-сюда В общем, там просто жесть начинается Ну, таким образом я изгоняю из себя дьявола Мне становится легче И психологически И вот этот весь негатив Я его просто выкидываю А, это написано в твоей натальной карте, что ты такая, типа, вспыльчивая? Не знаю А, ну, ты знаешь, в любом случае Многое зависит от всего От разных деталей То есть, опять же-таки Твоя натальная карта Твое имя Место, где ты родился Семья воспитания Гены Кровь Я думаю, тут очень много всего Ну, как имя? Вот я не понимаю, как имя может повлиять Ну, назвали тебя И что это? Нумерология Ты знаешь, это вообще очень, на самом деле, интересно Потому что очень многие бизнесмены Люди, которые открывают какие-то свои компании Ну, которые умные люди Ну, я так все-таки полагаю У меня такое к ним отношение Они обращаются либо к нумерологам Ну, вот кто этим занимается Чтобы придумать название для своего бренда То есть, грубо говоря, ты можешь назвать свой успешный продукт Каким он реально является успешным Назвать его как-то не так, как надо Потому что у каждой цифры есть свое определение То есть, если ты, например, хочешь бизнес музыкальный какой-то замутить Музыкальный магазин То тебе нужно определенное число Которое появится из определенных букв Если ты его назовешь как-то по-другому Другое число, например, подходит не для музыкального бизнеса А для хлебозавода какого-нибудь сейчас И твой бизнес музыкальный просто не попрет за название Ну, то есть, тут очень много моментов Я не говорю к тому, что все только на этом основано И с этим связано Но я убеждена, что это рабочая система И если все эти детали продумать Даже, грубо говоря, если, да Или когда у меня будет свой какой-то бизнес Я обязательно буду учитывать все эти детали И не просто так, ну, будем придумывать название там Эй, Лэ, Вася, Лав, Ю, там, Бьюти Туда-сюда, в рот тебе ноги Не так, а я реально буду продумывать И вычислять, и общаться там с, не знаю, кто он там Астролог, номеролог Ну да, то есть А ты можешь рассказывать про пушку в акетите? Да, кстати, то, что касается нумерологии Я пробивала свое имя Конечно, это все не так точно Это, я думаю, лучше общаться со специалистом И не в интернете пробивать Но у каждого имени, у каждой фамилии Ну, в общем, у всего есть своя цифра Своё число, которое что-то дозначит И вот я пробивала свою фамилию Гагетидзе И там было написано, что, ну, есть там творческие Творческое начало, искусство Какие-то такие приколюхи Что дало мне понять, что, ну, я с детства, с рождения Фамилия, которая мне дана Имя, возможно, тоже Они повлияли на то, кем я стану и стала И Пушман, мой псевдоним Точно такие же имеют параметры Только там что-то чуть-чуть по-другому меняется Но в целом то же самое Мне говорили, что лучше Ну, есть такая тема, что когда вы выходите замуж Лучше не менять свою фамилию Которая дана вам при рождении Потому что ваша судьба может поменяться То же самое касается и физиогномики Это наука, которая... Маменькие! Да, это очень смешно, но это наука, которая изучает Либо обозначает черты лица То есть по чертам лица можно очень многое сказать Либо чертам, я не знаю Можно очень многое сказать про человека То есть если у тебя широкие, такие большие скулы То значит ты человек, ну, как это сказать Серьезный, грубо говоря, за которым ты будешь как за каменной стеной Если у тебя большой нос Ну, там есть такие разные моменты Я точно не скажу Большой нос, он типа деньги дает Да, мне повезло с молодым человеком Вот И, ну, это тоже, знаешь, все относительно Я, конечно, не профессионал Не знаю наверняка всех деталей, моментов Но это тоже очень интересно Все, что на нашем лице Поэтому также, ну, не опасно Но считается лучше ничего не менять в своем лице И вообще ничего с собой не делать Потому что ты меняешь свою судьбу И когда я хотела себе сделать раньше давным-давно операцию на нос Мне отчим сказал Это благодаря моему отчиму Я столько всего об этом знаю И так этим интересуюсь Потому что, ну, он мне многое рассказал И я безумно счастлива Потому что мне это реально безумно интересно И он мне сказал, типа Не делай ничего со своим носом И со своим лицом Потому что нос, якобы, он как раз-таки тоже отвечает Именно за прибыль, за деньги Все такое Чем больше нос, тем богаче Давай тогда еще больше делай Вот, и он сказал, что, типа Кто знает, если ты поменяешь Может, тебе вообще все будет плохо Не дай бог, конечно, но лучше ничего не делай Но также я знаю такие ситуации Такие моменты, что ты наоборот Можешь себе судьбу улучшить То есть, грубо говоря, ты живешь Вот со своим таким носом Ты пошла к классическому хирургу Он тебе сделал другой нос И охранить Замуж вышла Детей родила Бизнес открыла Конечно, это не стопроцентная информация Зависит от того Ну, короче Как карта ляжет Как звездочка расположится И тебе подскажет И поможет Мы едем в европейский Надеюсь, что вам эта тема тоже интересная О которой мы сейчас так долго болтали В основном я, брат Ну, ты слушал? Тебе интересно? Ну, в целом, да Но я больше, вот после того, как я прочитала эту фигню Больше скорее склоняюсь к тому Что я могла бы поверить в звезды и прочее Чем то, что ты говоришь по именам И гномиков этих Потому что, ну, например, я знаю блогеров Которые уменьшили себе нос Увеличили, ну, еще что-то грудь, например И по итогу они счастливые, богатые Самые лучшие Ну, видишь, я же тебе не профессионал Я тебе точно не скажу Но я знаю, ну, наверняка знаю Что есть такие моменты, которые вот меняются То есть даже, знаешь, люди, которые это изучают Они могут увидеть человека один раз И сразу тебе сказать Вот этот человек очень хитрый У него там большой потенциал Возможно, он будет зарабатывать много денег А еще он, типа, врун и все такое Ну, то есть, есть такая фигня Я в это верю Ну, посмотрим Если кто-то над этим сейчас смеется Думает, Юля, ты что? Ну, ваше право Я тоже иногда могу посмеяться над тем, что Юля говорит Но то, что сейчас она говорит, в принципе В этом есть суть Но, блин, в имени Ладно, фамилия Фамилия идет из поколения в поколение В ней что-то может быть заложено Но имя... А имя? Ты что, с ума сошла? Как корабль назовешь, так и поплывет Ты можешь назвать свою дочку, например, как-нибудь Я не знаю Изабелла Поехали Так Или, там, не знаю Сейна своего Эдгар назвать Так А можешь по-другому назвать И судьба у него совершенно другая сложность А как-то на него влияет это имя Типа, если у него будет такое имя Дело же не в тупости имени Ты что? А может и подстегловать будут Никто не знает И может он психологически станет другим человеком Короче, это очень интересная тема Продолжим ее попозже А сейчас мы уже подъезжаем к европейскому Так что будем смотреть, какие штаны я себе возьму Или не возьму, не знаю Очень давно не была в европейском Правила? Да? Я покупала себе здесь форму На! Точно, точно Ты какая курточка Я люблю такое Сколько стоит? Миллион Бизнес моя хорошая За джинсы Красив Братья Нафиг Блин, ну как можно прийти в магазин только за джинсами? Я уже хочу все Ну у тебя есть такого? Я бы тебе посоветовала черные, наверное Блин, черные так скучно, мне кажется Хотя они классные Зато зима Не засрут сильно Ну вообще на черном хорошо видно грязь Да? Но... Не знаю А почему ты не хочешь мне вот такие парик давать? Самые обычные? Я рекомендую Померить все Просто обычно, когда приходишь в топ-шоп Реально надо мерить хотя бы 4 пары Чтобы понять, какой тебе больше нравится Ой, я даже не знаю, какой мне размер Ой, правда Ну джинсы вообще твоё Джинсы вообще волна И они так хорошо подтянули мою полу Такая худая, правда И свитер нравится Я ещё сумку зацепила Теперь я зацепила Как я буду реально Сюда ещё один день Выдирай, грузчий И миниры блестящие Белые Она снятая Очень нравится И она такая классная Она очень крутая Здравствуйте Ну и не тоненький, ничего Поняла Ну как? Бомбезно А размер какой? Джинсы? В 32, да По-моему, В25 там Вот 25 И В это вот здесь? Да А Л это длина 34 Да А ты не хотела ехать сюда Ну, Рёха Это обычный материал Или который необычный? Это обычный Короче, вообще это мерзкий Единственное, что это камера злячка С открытым животом Будешь ли ты в зиму носить? Почему же он открытый? Подними руки быстро А теперь оправь, расправь Так я же так не буду по улице ходить У меня тёплая пулька сверху Мне просто очень понравилась Кофта из зимы Она офигенная Она Может на тебя такую взять? Не, мне не пойдёт Почему? Она слишком короткая? Не, я слишком толстая для неё В смысле? Мне так кажется Она наоборот Ну, у тебя украду Мне не нужно Итак, мы пришли в Читайгород 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 Мне здесь ничего не нужно Но я буду стоять и смотреть очень долго Жиза Жиза Вообще любимый Я просто люблю смотреть на всякие няшки Так, всё по цветам Я в шоке Смотри, там всё голубое Фиолетовое, розовое Люди молодцы Вот белое Цветайцы Ну, а ещё мы сюда пришли Чтобы посмотреть Юле книги по астрологии Да, люди Сейчас охренешь Попаться В каждой книге Ну На самом деле Я просто никому не рассказываю О том, что иногда я читаю Мне это не очень нравится Иногда мне какой-то комплекс Пусть думают, что я не читаю Мне проще, чтобы все думали Что я не развиваюсь И не считаю А потом я такая Ах, а вы знали, что такое нумерология? Вот, астрология для любви и дружбы Мне кажется, есть прям книга Вот эта карта Вот эта, я так думаю О том, что типа С кем лучше кому дружить и общаться Ой, плохо снимаю Простые способы улучшить свои отношения С кем угодно Что тут написано? На самом деле, я не люблю так приходить Потому что я могу здесь застрять На очень долгое количество времени Всё так и делают Да, но мне проще, знаешь Типа в интернете поискать, почитать А потом пойти взять конкретную книгу Потому что такое взрывает мой мозг Тут могла бы быть интеграция Для какого-нибудь онлайн-сервиса Таро А ты знаешь, что ли? Такой-то вообще жесть Карты Таро Я видела в интернете Там типа раскладывают карты И предсказывают, типа, будущее И говорят, кто твой служеный-ряженый И всякая другая фигня Понятно хрень Мы гуляли по европейскому К нам никто не подошёл Мы зашли в магазин с книгами И всякой канцелярии И тут целых три человека И как нам подошли Наши зрители читают, ура Это очень приятно Либо они просто в школе учатся Им нужны новые ухерники Мозг Если бы я сюда приехала с Надей Она бы сейчас торчала в медицинском отделе И смотрела бы про мозги, про желудок А ей это реально интересно, что ли? Да, она вообще Это так странно для меня Ну нет, не странно Наоборот, это классно Но реально Она книги прям вот сжирает Она их покупает все Но она говорит, что это ей интересно Потому что то, что в институте Оно более сложным языком написано Поэтому она покупает что-то попроще Это также интересно, познавательно О, у меня есть такая книга От срочного, коважного Кто дарил? Никто не дарил, сама купила Догонишь Я думаю, сколько я прочитала? Не вообще, ноль Не, не правда Напишите в комментариях, сколько я прочитала Обложку прочитала Реально не прочитала? Не прочитала Ну блин, я такую не знаю Это из-за того, что я взяла книгу Думала, что мне это интересно А оказалось, что ни хрена мне это не интересно Так, я уже пришла домой Бросила все на кухню Потому что там продукты Мы скорее не заезжали еще за продуктами Вивик вот смотрит, нюхает, что там Ну как, Вив? Угадай, что мама купила? Хвостик ты мой Бивик Ну что там такое? Мой малыш Сонышка, привет Тетя, вот такое Шабачка моя смешная Кстати, Виву надо покупать Я специально не купала ее до недели влога Чтобы неделю влогов покупать Уже не стала вам снимать, когда мы с Кариной поехали За продуктами Потому что Ну как-то хотелось быстренько уже все взять И прийти домой Поэтому сейчас дома вам покажу, что взяла Курочку Очень люблю курицу Печенюшки Чипсики Бананы На самом деле мало чего взяла Сметану Сок апельсиновый И шоколадки Ну ладно, ладно Еще чипсы Не люблю много брать домой продуктов Потому что лучше сходить потом еще раз в магазин И купить что-то свежее Потому что, знаете, бывает такое, что мы дома не едим Вдруг решили пойти в кафешку, в ресторан И в итоге дома все протухает Я такое не люблю, потому что я ненавижу тухляк Ненавижу переводить продукты И брать то, что мы есть не будем На самом деле мне еще нужно разобраться в шкафу Потому что у нас тут уже такое, знаете, все не по сезону У меня тут много, очень много всяких летних вещей А зимние куда-то убранные под кровать И все такое Поэтому надо с этим тоже разобраться Вот эту кофту взяла Вы ее видели И вот эти черные джинсы Я на самом деле не хотела даже кофту брать Я планировала взять только одни джинсы Потому что, знаете Когда ты блогер и тебе дают вещи по бартеру Потом очень сложно покупать самому себе вещи Если я что-то покупаю То это обязательно должно быть что-то реально необходимое Что я не смогу найти где-то по бартеру Открываю окна, чтобы было чем дышать А еще знаете что? Я когда смотрела свои старые видосы Я увидела, что на холодильнике нет никаких магнитов И выглядело довольно-таки неплохо Я подумала, может быть убрать магниты? Как вы думаете? Точнее, знаете, не убрать их совсем А вот сюда все поместить Ну я не знаю, блин С одной стороны мне так нравится Это так типа по-домашнему А с другой стороны Короче, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях Как вы думаете убрать магниты с передней части холодильника На вот эту боковую Чтобы... Хотя не знаю, какая разница, блин Просто с одной стороны красиво А с другой стороны не знаю Не помню даже, как выглядит холодильник Вживую без магнитов Тут еще надо они иногда все подкручиваются Надо постоянно следить, чтобы красиво было Но мне нравится Это вообще-то моя коллекция, которой я горжусь Вот тут внизу новые Вот эти из Стамбула Вот они Так что, да Сейчас я сяду за комп, наверное, начну Монтаж А еще тут просто куча белья, которые мне нужно разложить И здесь, наверное, тоже уже все высохло Я вчера стирала Вот, кстати, вот этот костюм Который с катушками Вроде сейчас... Не знаю Надо будет померить Посмотреть, не испортился ли он Надеюсь, что нет Потому что он очень классный Видите? Нужно срочно его прикрутить Не знаю, насколько вам понравился сегодняшний день Понравился или нет Без понятия не знаю Но сегодня был такой день Завтра будет другой день Сегодня очень много мы с Кариной сидели, болтали в машине Но на самом деле такая у меня жизнь Ну, типа, знаете, я не очень люблю что-то выдумывать Придумывать какие-то лишние заморочки Которые не являются реальностью моего дня Которые я проживаю Поэтому какие-то видео, возможно, могут показаться для вас неинтересными Типа, очень много болтаете Но да, так и есть Мы сидим в машине, куда-то едем, долго болтаем Ну, например Сегодня я еще очень поздно встала Потому что вчера очень поздно легла Так как у меня был такой выходной прям конкретный Я лежала и смотрела сериал «Американская история ужасов» Я начала его смотреть Смотрела первый сезон Вчера начала смотреть еще и второй сезон Где-то до середины дошла В общем, я просто тупо Вот реально тупо лежала и смотрела сериал Ничего не делала Весь день И раньше было часто Но сейчас очень редко со мной Такое может случиться Что я просто весь день лежу И реально просто делаю то, что хочу Ну, вчера я бы хотела просто лежать смотреть сериал Потому что, клянусь, вот реально Я не знаю, поверите или нет Но у меня нет времени Даже просто тупо лечь И посмотреть что-то Да, мы можем со Славой что-то перед сном посмотреть Час максимум Но вот так вот, чтобы, знаете, просто проснуться С кайфом приезжать в кровати Никуда не спешить, не торопиться Что-то посмотреть Потом пойти заниматься какими-то делами Такого со мной не бывает То есть я просыпаюсь, я сразу стою Иду туда-сюда и уезжаю В общем, и так каждый день Поэтому очень редко бывают такие дни Чтобы я лежала тупо дома Или весь день сидела дома Когда такие дни происходят Я их ценю Просто устраиваю себе максимальный релакс И стараюсь, знаете, не думать постоянно Про эти охваты, статистику На ютубе, инстаграме Потому что самое тупое Мне кажется, для блогера Не знаю, как у кого Но у меня точно так Вот, типа, я несколько дней неактивна в инстаграме И сразу же посещение профиля уменьшается Охваты уменьшаются И меня это так бесит Потому что я не хочу быть от этого зависимой У меня реально бывают такие дни Когда я вообще не хочу ничего постить И мне нечего постить Бывают дни, когда я не хочу вообще краситься А я не хочу снимать сторис не накрашенные Ну, допустим И рассказать мне тоже бывает вообще нечего И не хочется ничего рассказывать Поэтому я приняла для себя решение Просто расслабиться, успокоиться И не мучить себя Потому что я начинаю нервничать Вот, надо, надо обязательно что-то выставить У меня в инстаграме где-то 5 дней Не было вообще никаких постов новых И на самом деле это ужасно Это неправильно для блогера Но, блин, я не фоткалась эти дни Я хожу, блин, по врачам Занимаюсь своим здоровьем Не только я про зубного говорю Об этом тоже мы поговорим в этой неделе влогов Очень все тупо Поэтому мы с Кариной на этой неделе пойдем в студию Мы давно хотели, на самом деле, просто прийти в студию Один день на несколько часов снять зал И тупо фоткаться, чилить Типа снимать какие-то видосики И так мы и сделаем В пятницу, скорее всего А в четверг мы решили уже, что поедем на дачу Менять колеса на моей машине Потому что у меня там летняя резина Нужно срочно ставить зимнюю Так как у нас уже в минус уходит погода И заморозки тоже начинаются В общем, надо это сделать Так что подведем итоги сегодняшнего дня Я проснулась поздно, накрасилась, оделась Мы встретились с Кариной Заехали в Макдональдс Потом поехали в Офимол Там поторчали где-то часа полтора Потом поехали в Европейский Там примерно столько же поторчали Потом поехали в продуктовый Купили продукты домой Она привезла меня домой Я пришла домой Разложила продукты И села монтировать видос Вот так сегодня прошел мой день Ничего необычного А еще я в сторис уже рассказывала Но расскажу во влоге тоже То, что я начала пить воду Для вас это, наверное, типа Ну и что воду? Мы все пьем воду каждый день Но я такой человек Я вообще не пила воду Я ее не люблю Она для меня настолько беспонтовая Но типа я всегда пью либо сок Либо чай Либо я не знаю Что угодно, только не воду Потому что ну какой смесел вода? Она такая простая Я понимаю, что от того, что я не пью воду Это очень плохо для моего организма Для моей кожи И в общем всего-всего Поэтому я стараюсь Выпивать две такие в день Литровые Но на самом деле Не всегда получается Но самое главное Что я хотя бы одну Такую точно в день выпиваю Для человека Который вообще не пил воду Знаете, когда я воду пила? Ну, когда надо было таблетки запить Все То есть это настолько редко Я могла неделями вообще Воду обычную не пить Это ужасно Я не представляю Точнее я понимаю Насколько это плохо Я понимаю Насколько много надо пить воды Каждый день А я этого не делаю Потому что тупо она мне не нравится Поэтому я взяла в себе привычку Уже Заморочилась этим Уже неделю Наверное точно Каждый день пью много воды Стараюсь по крайней мере Мне об этом много Кто говорил сто раз Но наверное Нужно именно начать Все-таки я решила После того, как врач Сказала, что мне нужно Очень много пить воды Еще для моей кожи И скорее всего Все эти мои болячки Связаны с животом Я не знаю Не знаю честно причину Потому что вообще У меня живот не болит Все нормально Отлично себя чувствую То есть типа вообще Нет никаких жалоб Но видимо Что-то не так Раз у меня такие Ужасные болячки Я так устала с этим жить Правда устала Мне так надоело На это смотреть Мне так надоело Это осознавать Это ведь И я представляю Какой классный Я могла бы быть Без этих тупых прыщей И поэтому сейчас Я начала пить много воды Моя мама сказала Чтобы я попила Какой-нибудь лактофильтру Типа чтобы очистить От всяких шлаков И токсинов Я пока не начала его пить И это плохо Поэтому скорее всего Начну с завтрашнего дня Но надо попробовать Я просто думала Попробую неделю Попить воду И посмотреть Что-то изменится или нет В любом случае Вода полезная Я не брошу Но я просто надеялась Что я начну много пить воды И я увижу какой-то результат И подумаю Вау Это помогло Хотя бы немного Но да Это помогло Но я такого не заметила К сожалению Никаких хороших изменений Не произошло Так что вот такие новости Обязательно Обязательно оставляйте комментарии Задавайте вопросы Пишите Что как Потому что Завтра я буду читать Ваши комментарии Отвечать на них В новом блоге Новом дне Поэтому не забывайте об этом Чем больше комментов Тем больше я ставлю вам лайков И это реально так Я читаю все А еще у меня жесть Как уже Поотваливались ресницы Надо делать коррекцию Я очень рада Что она будет завтра Потому что Блин Надо реально уже Так что Короче Вот такие новости На этом все Надеюсь что вам понравилось Это видео Если так то Ставьте пальцы вверх Как обычно Подписывайтесь на мой канал Будьте счастливы Здоровы И всем пока